Театральная труппа Святой Крепости уже не первый год дружит с воспитателями и воспитанниками детских садов Выборга. Работники театра регулярно проводят различные конкурсы для детей и приглашают юных зрителей на лучшие спектакли из своего репертуара. На этот раз в гости к актерам пришли воспитанники детского сада «Родничок». С театром мы уже давно сотрудничаем, плодотворно, и очень надеемся, что так и дальше будет продолжаться. И, что самое главное, театр дарит детям позитив, эмоции, внимание развивает. И, конечно, мы воспитываем благодарного театрального зрителя. К просмотру спектакля «Хозяйка Медной горы» ребята готовились творчески. Вместе с родителями мастерили поделки и еще раз перечитывали произведения Павла Бажова. Одни дети нарисовали главную героиню, другие сделали малахитовые шкатулки. Это малахитовая шкатулка. Мы с мамой ее делали. Я бы наносила пальчиками, чтобы было снили. Потом мы прикрепляли разные бусинки и были листяшки. Мы делали с мамой и бабушкой. Из чего? Из присыпочки такой, которые надо делать, сыпать на камушке, и они блестят. Цветочки, которые надо клеить, пистолетиком таким, который клеят, и камушки из моря. Ящерка из пластилина, корона тоже из пластилина, наверху звездочка такая. После окончания спектакля авторам лучших поделок вручили похвальные грамоты и билеты на детские спектакли. На этом приятные сюрпризы не закончились. В рамках проекта нашего «Народные промыслы» мы подготовили танец, песню, самовар. Дети сами расписали ложки, подготовились они очень серьезно. Ложки расписаны под хохлому, и, естественно, на них они будут играть. Актеров попросили занять места в зрительном зале, а на сцену поднялись юные артисты из детского сада «Родничок». По словам воспитателя Марии Матвеевой, театр выступает помощником в развитии ребенка. Малыши познают мир, добра и зла, а любимые герои становятся образцами для подражания. Да и сами ребята телевизионному просмотру предпочитают увлекательное действие на сцене. Потому что там все живое, там все можно увидеть, а на телевизоре просто показывают и все. Владимир Кочетков, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город».